В свое время, когда я работал в Калифорнии, меня познакомили с мультимиллионером, который жил в разваливающемся старом домике, ходил в лохмотьях и экономил даже на еде. У него явно была какая-то форма обсессивно-компульсивного расстройства, но он вполне резонно объяснял свое поведение. Он говорил, что наличие денег предоставляет ему ощущение финансовой свободы. Если он начнет их использовать, то он будет терять эту свободу. То, что деньги предоставляют человеку финансовую свободу, это верно, но свобода нам нужна только для того, чтобы ее использовать. Когда мы используем любую свободу, она исчезает. Наш миллионер в этом тоже прав. Вы знаете, почему люди иногда нерешительны? Почему откладывают принятие решений? Мой друг говорил, когда нет необходимости принимать решения, есть необходимость не принимать никакие решения. Когда у нас есть выбор, мы свободны. Как только мы принимаем решение, эта свобода пропадает, потому что второй раз тот же самый выбор мы уже делать не сможем. Когда мы используем свободу, она, как и все, что мы используем, исчезает. Мы не хотим отнимать у себя свободу, и поэтому откладываем принятие решений. Вернемся к деньгам. Представьте, что человек с дикого острова будет за вами наблюдать и спросит. Я не понимаю. Ты вначале вырываешься из своей шкуры, чтобы заработать деньги, а потом, когда ты их наконец-то заработал, ты их тратишь на что-то, прощаешься с ними. Зачем ты их зарабатывал? Не зарабатывай деньги и не трать их! Вы ему объясните, что деньги сами по себе ценностью не являются. Они нужны только для того, чтобы их тратить. Если бы деньги были бы ценностью, то мы все вели бы себя так же, как наш калифорнийский миллионер. Мы бы собирали деньги и ни за что бы их не тратили ни на что. Но деньги нам нужны только для того, чтобы на них приобретать ценности. И деньги не всегда нам нужны. Я помню, перед нашим отъездом из СССР магазины были совершенно пусты. Зачем людям деньги, если на них нечего купить? И не каждый вид денег всегда нужен. Зачем в США рубли и зачем в Англии израильские шекели? Поэтому прежде чем начинать зарабатывать деньги, нужно определить, какие деньги ты хочешь заработать и на что ты их хочешь потом потратить. И это касается не только финансовой свободы, а всех видов свобод также. Свобода слова, свобода вероисповедания, свобода местопроживания. Прежде чем добиваться свободы, мы должны решить, какая свобода нам нужна. И это будет определено тем, на что мы потом хотим эту свободу потратить. Британский философ Исай Берлин называл это позитивной и негативной свободой. Он основывал свои работы на трудах Иммуниела Канта. Сегодня, говоря о западных ценностях, часто называют свободу одной из них. Свобода сама по себе вдруг стала ценностью, то есть тем, что нужно собирать на банковском счету и не использовать. И мне кажется, что из-за этого многие стали себя вести именно таким образом. Они хотят иметь свободу, но не использовать ее. Многие верят в свободу вероисповедания, но использовать ее не хотят. Люди хотят свободу для еврейства, но жить как евреи не хотят. И вся эта свобода, наверное, нужна на всякий случай. Они ее откладывают на черный день. Должен ли я добиваться свободы? Конечно. Является ли она ценностью? Конечно, нет. Она мне нужна только для того, чтобы быть использованной на моральные и духовные ценности. А если я не использую эту свободу, то я оказываюсь как наш миллионер, экономящий на еде.